здравствуйте друзья на связи снова дмитрий родин продолжаем изучать реформу сметного дела в прошлом видео уроке мы с вами разобрались методика определения сметных цен на затрат трудо в строительстве введенную приказом 1000 дробь пр 12 декабря 16 года сегодня мы с вами разберемся с методикой определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов также той же дата введен приказ 999 давайте в моем архиве откроем этот приказ 999 этот архив ссылку на архив вы найдете под этим видео уроком и сам архив также можете получить по этой ссылке ну и здесь в приказе написано что утверждаю эту методику тролля все такое а сама методика находится вот она здесь методика стс на эксплуатацию машин на эксплуатацию машин разработанного исполнения какой главы и статьи город кодекса далее говорится кто обязаны исполнять эту методику и для чего предназначены цен на эксплуатацию машин и механизм далее идут термины и определения которые встречаться будут в этом нормативном документе например мы можем можем с вами наблюдать что есть такое определение как автомат автотранспортное средство а есть например машина есть механизированный инструмент есть механизм это вот совершенно разные определения автотранспортное средство это технологический автотранспорт например автомобили прицепы полуприцепы и прочее используемые для доставки строительных материалов изделий и так далее на строительную площадку для перевозки груза грунта и строительного мусора для перебазировки машин видите в том числе даже для перебазировки машин автотранспортное средство дальше есть машина машина это строительная машина автотранспортное средство механизированный инструмент то есть машина это такое как бы более широкое понятие он включает себя и строительные машины и автотранспортные средства и инструмент дальше механизированный инструмент это инструмент снабженным двигателем двигателями работающими от внешнего источника энергии используемые рабочим строителям при выполнении им производственных операций. А есть механизм, это средство труда, не имеющее двигателя, то есть какое-то ручное средство труда, ручная ребятка, тали, подмасти, инвентарные леса. Дальше есть такое определение, как отпускная цена. Отпускная цена это не сметная цена, это часть сметной цены, то есть цена реализации машин и механизма. Дальше мы увидим формулу, в которой мы увидим, что сметная цена, которая определяется в данной методике, это более широкое понятие, оно включает в себя много-много-много позиций других. Далее есть понятие перебазировка. Перебазировка это перемещение машины с базой механизации на стройплощадку и обратно, включая затрат на ее монтаж при необходимости и на демонтаж. В основном перебазировка строительных машин присутствует в сметных ценах на эксплуатацию машин. Но есть также перечень видов машин, для которых перебазировка не учтена. мы также найдем этот перечень и рассмотрим его подробно, перебазировка которых нужно учитывать будет отдельно. Далее, значит, третий раздел «Общие положения» объясняет нам, что такое сметные цены, объясняет нам, как формируются в сметные цены, то есть они в территориальном разрезе формируются для каждого субъекта. И сметные цены и нашего и зарубежного производства разрабатываются с учетом их дифференциации по типоразмерным группам, устанавливаемым по основному техническому параметру или данного вида. Далее важный пункт, который нужно правильно прочитать. Сметными ценами на эксплуатацию машин и механизмов учитываются прямые затраты, а также накладные расходы и сметная прибыль в составе отдельных статей затрат. То есть накладные расходы и сметная прибыль не во всех статьях затрат, а только отдельных статей затрат. И дальше к статьям затрат, в которых учитывается накладный расход сметной прибыли в составе сметных цен, относятся на счет затраты на замену быстро изнашивающих частей в случае привлечения сторонных организаций. Далее затраты на выполнение всех видов ремонта и техобслуживания машин, затраты на перебазировку строительных, перебазировку машин и механизмов с базы механизации на стройплощадку и обратно. НДС и сметная прибыль этих затрат учтена. В остальных статьях накладные расходы и сметная прибыль не учтена и учитываются отдельно. Дальше также говорится о том, что они разработаны без учета стоимости НДС. Далее говорится о том, что сметные цены, разработанные в расчете на 1 машина час, имеют размерность рубли, деленные на машины часы. Это тоже важно знать. Дальше тут такие общие фразы, которые некоторые пункты в принципе понятны, но как бы здесь они расшифрованы. Разработка сметных цен осуществляется следующей последовательности. Сначала формируется маниклатура, какие машины, согласно кодификатору. Дальше определяется состав и показатель потребностей в ресурсах. Указанные показатели также устанавливаются на основании следующих источников перечисленных. Далее определяются уже сметные цены согласно методикам определения сметных цен по соответственной маниклатуре. И дальше все, что мы определили, калькулируется по статей на затрат эти. И получается, конечно, уже цена. Далее пункт 3.8 говорит о том, что такое среднесменная работа и время эксплуатации машины и механизмов. Что на себя включает? Значит, это и время эксплуатации машин при выполнении технологических операций. То есть, когда машина непосредственно выполняет какие-то процессы. Время замены быстро изнашивающихся частей. Время перемещения машин по фронту работ или с одной рабочей захватки на другую. Время технологических перерывов работе. Время подготовки машин и механизмов к работе в начале смены и время их сдачи. Время ежесменного технического обслуживания машин. Смазка. Закрепление обладоксоединений. Время внутрисменных перерывов работе на отдых и личной надности рабочих. Предусмотренное, значит, трудовым кодексом Российской Федерации. Дальше идет пункт те же самые как бы статьи, только применительно к автотранспортным средствам. Понятие одного машина-часто среднесменного. То есть, что в нем входит? Время пробега средства от места расположения его до места первой погрузки. Время погрузки, время пробега под грузом, время разгрузки, время очистки кузова, время пробега в порожнем состоянии от места разгрузки к месту погрузки. Время маневрирования при погрузке и разгрузке. Время пробега от места последней разгрузки в место положения автотранспортного предприятия. То есть, если у вас кто-то спросит, что, а как вот вы мне тут посчитали сметную цену, то что мне привезла машина груз, а обратно-то как я поеду? За это мне тоже надо денежку заплатить? Нет уж, ребята, фигушки. Вот, пожалуйста, здесь все статьи перечислены, в том числе и время пробега автотранспортного средства от места последней разгрузки обратно к предприятию. Дальше мы переходим к четвертому разделу, это порядок расчета по статейным показателям затрат на эксплуатацию машин. Раздел достаточно обширный, объемный, и здесь тоже будет много очень формул всяких разных. И, по сути говоря, напрямую мы с этим разделом не будем связаны, когда будем выпускать сметную документацию. Но для общего развития это нам, конечно же, нужно знать, и опять же, для того, чтобы знать, какие затраты присутствуют по статейной структуре сметных цен на эксплуатацию машин. В состав сметных цен S-MASH, вот она, да, включены следующие по статейной нормативные показатели. Обратите внимание, как много, из чего складывается вот это вот S-MASH, сметная цен на эксплуатацию машин. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь аж по статейных показателей. И, значит, из чего же это складывается? А, это нормативный показатель амортизационных отчислений на полное восстановление. R, это нормативный показатель затрат на выполнение всех видов ремонтов технического обслуживания и диагностирования. B, это нормативный показатель затрат на смену быстро изнашившихся частей. Z, нормативный показатель затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами. E, нормативный показатель затрат на энергоносители. Значит, C, нормативный показатель на смазочные материалы. G, гидравлическая охлаждающая жидкость. P, перебазировка строительных машин. Итого получается 8 нормативных показателей по статейных, из которых складывается сметная цена И далее есть такое примечание, что для расчета сметных цен на эксплуатацию механизированного инструмента Применяется формула 1, исключая показатели Z и G То есть оплату труда рабочих убираем и G на гидролитическую охлаждающую жидкость Если мы забыли, что такое механизированный инструмент, мы можем вернуться в определение наверх и прочитать, что это такое Давайте вернемся, я вот лично забыл уже Механизированный инструмент, механизм, вот механизированный инструмент, инструмент снабженный двигателем То есть механизированный инструмент не подразумевает, что там будет рабочий еще включен, то есть он считается отдельно рабочий Вот такая вот сложная формула И дальше каждая из этих статей, она будет рассматриваться и рассчитываться. Например, А. Сначала мы начинаем с А. И вот оно первое. Амортизационные отчисления на полное восстановление. Дальше объясняется, как считаются, по каким формулам эти амортизационные отчисления. Я предлагаю сильно не углубляться в эти формулы, а может быть какие-то основные моменты мы будем выделять в процессе чтения. Значит, после амортизационных отчислений есть затраты на выполнение всех видов ремонта, технического обслуживания и диагностирования машин. Это следующий нормативный показатель R. Он также определяется по формулам. Вот, например, здесь в формуле фигурирует такое понятие, как норма годовых затрат на ремонт ТО в процентах от восстановительной стоимости машин данной типоразмерной группы. Здесь есть таблица 1, где в процентах приводится этот показатель. Здесь перечислены какие-то машины конкретные, да. И для разных районов перечислено в процентах сколько... Так, я уже забыл. Норма годовых затрат на ремонт и ТО в процентах от восстановительной стоимости машин. Вот такое вот значение. Далее, следующий показатель это замена быстро изнашивающихся частей. Определяется. Оплата труда рабочих, управляющих машинами. Вот здесь, кстати, в оплате труда рабочих, интересно, есть такая фраза, что количество рабочих, управляющих машинами данной типоразмерной группы и квалификационные разряды устанавливаются на основании следующих источников. И в первом источнике перечислены соответствующие показатели, принятые при разработке государственных сметных нормативов федеральной сметной расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, утвержденных приказом Минстроя 30 ноября 2014 года. Перечислены приказы в редакции такого-то приказа. То есть здесь идет в этом новом нормативном документе идет ссылка на старый нормативный документ. То есть вот эти федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин, которые утверждены этим приказом, они действующие и они, похоже, будут действовать еще долго, поскольку здесь сносится ссылка на них. Далее, значит, на основании инструкции паспортов эксплуатации машин, единого тарифного квалификационного справочника, действующих единых ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтные работы. Номинования профессий рабочих приведены в таблице номер 2. Значит, здесь есть номинования профессий этих рабочих, которые управляют машинами, и тарифные разряды в зависимости от мощности или каких-то параметров этих автомобилей. Они здесь приведены в этой таблице. Таблица достаточно длинная тоже. Дальше переводится формула нормативный показатель оплаты труда рабочих, управляющих машинами. Как это считается, этот нормативный показатель? Видите, тут такие подробные данные для того, чтобы органы, которые занимаются разработкой этих сметных цен, могли безошибочно для нас, для конечных пользователей, определять вот эти стоимостные показатели. Еще тут такая есть важная фраза, что в сметных ценах на эксплуатацию механизированного инструмента и механизмов затрат трудорабочих не учитывается, так как соответствующие затраты учитываются государственными элементами сметными нормами. То есть, когда мы открываем какую-нибудь норму ГСН, там по какому-нибудь сборнику, там работу по отделке какой-нибудь, по установке чего-либо, там у нас как раз-таки видны трудозатраты рабочих. То есть, в ценах на эксплуатацию вот этого инструмента не учитываются они, потому что они учтены уже в ГЭСНах. Далее, следующая статья идет на затраты электроэнергии, это из чего складывается стоимость эксплуатации машины. Тоже здесь достаточно подробно все это описывается. Есть формул много очень. Вот эта статья затрат, она, видите, обширный очень раздел в этом документе имеет. Для вычисления затрат на смазочные материалы. И затраты на перебазировку машин с базой механизации на строительную площадку и обратно. Здесь есть разные виды перебазировки. Значит, перебазировка бывает своим ходом, какие машины перечислены. Перебазировка на буксире, на прицепах, без предварительного демонтажа машины, на отдельной конструктивной части. И перебазировка на прицепах с предварительным демонтажом машины. То есть, разборка ее частичная. Это вот есть четыре схемы перебазировки. Что ж, этот раздел у нас закончился. Все статьи затрат с подробными формулами вы можете увидеть в этом нормативном документе. И раздел номер пять называется «Формирование таблиц сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов». Здесь уже идет речь о таблице, которая будет опубликована на официальном федеральном, на сайте Федеральной государственной информационной системы. Здесь идут комментарии к этой таблице. Саму эту таблицу приложения 5 мы можем увидеть также в этом документе. Она вот такая вот длинная. Состоит, по-моему, из 14 граф. И здесь есть все вот эти вот переменные эксплуатационные затраты. Есть общая сметная цена, затрат на прибазировку и так далее. По формулам определяется. Вносится в эту таблицу. Код классификатора первой графа. Вторая графа – наименование машин и механизмов. Дальше вот эти вот все элементы затрат, которые включаются в сметную стоимость, сметную цену. И в конце концов сметная цена, в том числе и оплата труда рабочих, управляющих этой машиной. В разделе 5 вы можете подробно прочесть об тех графах, которые включены в эту таблицу. Далее идут приложения к методике, которыми нужно пользоваться при расчете вот этих вот формул, при расчете сметной стоимости. И дальше вот такой тоже важный есть перечень. Перечень машин, затрат на перебазировку которых не включается в состав сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов. А учитывается в сметах отдельной строкой. Здесь перечислены эти машины. То есть это в том числе бульдозеры большие, мощные. Машины асфальтоукладочные, бетонноукладочные. Ну и в общем-то все остальное, что здесь перечислено. Например, краны башенные мы должны довести с вами отдельно. То есть на перебазировку этой машины нужно считать сметную стоимость. Ну и заканчивается документ как раз таки таблицей сметной цены на эксплуатацию. Такая вот методика определения сметных цен. Как мы с вами видим, нам не нужно будет по сути углубляться сильно в эти формулы. Мы так и для общих сведений должны знать, как формируется эта стоимость. А конечную стоимость мы с вами будем видеть на сайте Федеральной государственной информационной системы. Что ж, я был рад донести до вас эту, я надеюсь, ценную информацию. Если вам понравился этот видеоурок, пожалуйста, не забывайте нажимать на правильные кнопки, подписываться на мой канал. Если вы еще не получили нормативные документы, касающиеся реформы сметного отдела, пожалуйста, получите их по ссылочке под этим видео, либо в самом видео. А я с вами прощаюсь до новых видеоуроков. Пока! Пока!